Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И, конечно, тоже использую эту возможность сказать доброе слово к отцам об отцовстве. Это чудесно, что Бог вот этот институт материнства, отцовства сделал на земле. Не будь отцов, не будь матерей, и не было бы детей, не было бы откуда учиться, не было бы кого учить. Это замысел Божий, удивительный, чудный. И особенно, я думаю, что нам, как христианам, дана вот эта привилегия действительно стараться быть в замысле Божьем, в этом, назовем так, правильном отцовстве. Неверующие, наверное, многие, не скажу, что все, есть порядочные, довольно семьи, но многие, наверное, не используют смысл отцовства для наставничества детей. Живут сами по себе, дети сами по себе. Вы свидетели, мы свидетели, ездя в поездки какие-то миссионерские, видя, как дети в подвалах, на улицах, в погребах, где только нету их, что только не делают с детьми, когда смотришь, какой ужас, как родители, казалось, родные родили и должны бы по-другому поступать, но поступают плохо, неправильно. Текст Писания, который я хочу сегодня взять, из него как бы продолжить мысль. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Не хочу сегодня говорить «не раздражайте детей», мы их раздражаем, они нас раздражают, это другая тема, нужно учиться, правильно поступать. Ну вот хотел бы обратить внимание на это слово «воспитывайте их». «Воспитывайте», вот как Байбл Сум с оригинального языка говорит, это «выкармливать их в воспитании». Физически мы все это понимаем, нету ребенка, который бы просил бы у нас кушать, как будто мы не знаем, что ему надо дать кушать. Каждый из нас знает, рожденный ребенок, по-моему, через три часа, если я правильно помню, уже мама дает грудь ребенку и дальше вырастает, мы знаем, три раза в день начинает кушать. Нормально мы заботимся и выкармливаем, и никогда дети, наверное, не спросят, мама, у нас завтра будет что-то покушать или нет. У нормальных родителей они заботятся, и дети знают, что и завтра будет, и послезавтра, и даже выходной день, суббота, все равно родители приготовят что-то покушать, дети не заботятся. Это правильно. Но вдруг вот Писание показывает эту сторону, что в духовном также должна быть забота. Я полагаю, почему это есть Писание, один из моментов. Ефесская церковь, церковь, люди, которые уверовали с мира. Ну и в мире они по-мирски жили, как я сказал, возможно, и не воспитывали, жизнь своей жили, возможно, кто-то там и блудной жизнью жил, и вот эти женщины, и мужчины, и уверовали. И теперь им нужно как бы мозги правильно включить, как духовно жить, как духовно влиять на детей. Им нужно было учиться. И вот апостол Павел дает этой церкви, воспитывайте их, занимайтесь детьми вашими. Если, может быть, раньше вы были неверующими и не занимались, а у верующих должны заниматься, кормить детей нужно, конечно, духовно. Воспитывать, эдукировать, давать образование, тренировать, консультировать, представлять информацию. Неполный список объяснения этого слова, что нужно делать для воспитания родителей. Я назвал свои размышления, назвать проповедь, бесконечный проект. Вот эта мысль, воспитывайте детей ваших. Красивая картинка, когда сидит отец, дети с ним читают Библию, но в жизни гораздо труднее, чем просто красиво на фоне вот файерплей сидеть. И это редко бывает или мало бывает больше. Других сторон вот воспитания детей нужно применять. Я назвал этот первый пункт проект четырех поколений. Почему я так назвал? Я читаю местописание, не делай себе кумира, никакого изображения того, что наверху, на небе, что на земле внизу и даже в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им. Ибо я Господь Бог твой. Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Бог показывает себя отцом воспитывающим. И он говорит, я ревнитель, я ревную, я не потерплю, если вы называетесь моими детьми, чтобы вы вот так вот жили, чтобы вы вот так время проводили. Ревнитель это не значит, хочет прибить их, назовем таким словом. Он хочет их отвратить от этого, хочет показать, как правильно жить. И в этом смысле он говорит, я наказываю детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Поэтому я назвал этот проект четырех поколений. То есть, когда родители, как уже брат Александр упомянул сегодня, мы посмотрим образы, неправильно поступают, они могут быть вот в этом проекте четырех поколений. Давать детям не то, что нужно, наказание от Бога продолжать. Знаете, для меня это удивительно. Вот сам Бог задает однажды вопрос, сложный вопрос. Не, он простой вопрос, но он сложный чем? Посему скажи Дому Израилю, так говорит Господь. И вот он вопрос, не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших? Вы понимаете, он очень интересный. Это значит, нужно посмотреть на жизнь отцов. Нет, Бог вопрос задает, например, мне, ты как живешь сейчас? Посмотри. Но вдруг Бог сам говорит, что может быть ты взял пример от отца? Почему я сказал, это трудный вопрос. Это святыня, которой как бы нельзя касаться, что отцы разве могут неправильно поступать? И здесь написано, да, может быть отцы дали тебе пример вот этого поклонения, скажем, идолам, как здесь вот написано, блудодействуйте вслед мерзости их. Оказывается, так может быть, или скажем точнее, так было точно. И я должен осмыслить, я сейчас где нахожусь. Я продолжаю эту линию примера отца или это что-то другое? Почему я говорю, это сложный вопрос, когда касаемся отцов. И действительно, это действительно, я бы сказал, наверное, это как исключение, когда отцы неправильно поступают и нужно пересмотреть кому-то, почему он это делает. Нет ли это наследственной какой-то вот привычки, назовем так, примера отцовского неправильного. Потому что когда побивали Стефана камнями, если вы помните, то там он когда только дошел до этого слова, это отцы ваши, тут они не стерпели уже. Они могли много чего стерпеть. Но это отцы ваши, все, это тронуло их сердце. И в каком-то смысле это правильно. Это святыня для нас, родители, это святыня. Для евреев было отцы, они же говорили, это поколение, поколение. У них там внуков не было, все считались дети и отцы считались. И вдруг он говорит, тем не менее, вот когда что-то неправильное есть, вы должны посмотреть, вникнуть. Возможно, что-то неправильно передается от отцов. Я не буду детально много говорить сегодня, потому что этих примеров много. Помните, Гедеон вырос в семье, где там идол стоял, поклонялись ему. И немножко я о нем там упомяну сегодня. Но ему нужно было разрушить жертвенник отца, Бог сказал. Жертвенник отца, святыня отца, попробуй тронь. И как восстали все люди. Помните там, когда он тронул этот жертвенник, разрушил его? Ну, в принципе, хотели убить, потому что это святыня. Это что-то такое передаваемое, как бы из поколения в поколение, ценность определенная. Поэтому это важный вопрос. Мне нравится, когда Бог вопроса задает в Библии. Это чудесный вопрос. Не поступаете ли вы по примеру отцов? Иногда нужно взвесить и ответить себе самому. Может, это мой путь, который я избрал неправильный. Может, отцы мои правильно делали. Такого много в жизни. А может, действительно, я что-то унаследовал, какой-то стиль жизни, какое-то поведение, характер или дух какой-то от отцов, от которого нужно избавиться. Вопрос Бог задает не для того, чтобы сказать, ну и ладно, ну что теперь сделаешь. Нет, не для этого, а чтобы можно было пересмотреть и что-то изменить в жизни. В этом проекте четырех поколений я хочу привести пример Гиези. Он знакомый очень пример. Когда вы знаете Гиези, он дал согласие. Я точно не знаю, как это происходило в израильском народе, жить под руководством пророка. Назовем в школе пророческой. Вот находиться там, слушать Елисея, его наставления и так далее. И произошло вот это событие удивительное, что приезжает Нейман, Елисей его исцеляет. Он ему, конечно, хочет отблагодарить естественную потребность человека, получившего исцеление. Елисей говорит, нет, не возьму. И он знает, что нельзя брать, потому что Бог дал исцеление. Причем здесь Елисей и уезжает этот Нейман. Но Гиези бежит за ним. Что-то ёкнуло в него сердце. Надо же, там было богатство. Ну, одежды в жизни ценности были, назовем слитки какие-то, еще чего-то. Ну, что-то ценное. И он бежит и сочиняет историю, когда догоняет Неймана и говорит, да, мне все-таки сказали, что нужно взять. Ну, Нейману и радость отдать, он и хотел рассчитаться. Ворачивается сюда, а Елисей, он понимал, что в духе понимал. И он говорит, мое сердце сопутствовало, тебе я знал, что что-то ты хочешь неправильно сделать. Возможно, наблюдая раньше какой-то уклон в его жизни, я не знаю. Ну, и вдруг он спрашивает, где ты был? Нигде не был раб твой. Вы понимаете, как грех всегда начинает, как клубочек накручиваться. Там обманул, там обманул, чтобы завуалировать это дело, вместо того, чтобы, ну, честно сказать уже, ну, да, вот захотелось мне богатства, вот, ну, так вот. Он не имел права так поступить. Почему он не имел права поступить так? Он знал, как Елисей поступил. Если он был в школе пророческой, он должен был признать, я должен поступать как учитель. Он, учитель, он учит меня. И если я слышал, учитель сказал, нельзя брать эту плату за исцеление, это для меня вопрос закрытый. Учитель сказал, я же пришел в эту школу. Ну, мы видим, что человек, находясь в этой школе, решил жить по-своему. И это хороший урок, хороший пример. Я не буду его сильно развивать. Ну, может быть, это когда-то, вот, я знаю, Бог так ложит на сердце размышлять. Представляете, человек в служении находился. И ему надо быть на своем месте в этом служении. И тебе нельзя изменить этому служению. Не время, как говорит Елисей, брать там эти вещи, или эти, или эти, там и прочее. Если ты себя посвятил, не измени вот другому этому посвящению своему. Занимайся, это твое посвящение. Не замени особенно материальной привязанностью, которая, как Библия говорит, есть идолопоклонство. Вместо того, что ты отдал Богу жизнь твою, это, мне кажется, настолько глубокий пример, серьезный, следует размышление. Вы знаете, я хочу, как-то вот со временем, читая Библию, вот раз в год, прям вот как хочется иногда вжиться в эту вот ситуацию историческую. Чтобы вот даже как будто на чувствах прочувствовать, а что там происходило. Потому что это же прям, мне нравится в послании Коринфянам апостол Павел, говорит, это были образы для вас. Чтобы вы не повторили этих ошибок. Чтобы вы не делали плохих каких-то историй, которые уже когда-то люди до вас сделали. То есть вот как будто там побыть и подумать, а как бы я поступил, а как бы вы поступили. А жить бедненько вот в этой истории с пророком, а что, я не хочу лучшего иметь. И это мой выбор, это мое решение. И вот эту историю мы смотрим, страшная история. И говорит Елисей строго от имени Бога, пусть проказа Нейманова предстанет тебе и потомству твоему. Я говорю, проект из четырех поколений, а здесь даже написано больше, вовек. Я не все до конца понимаю, не все Библия открывает до конца. Но я предполагаю, рисую картину так. К примеру, это был уже внук Геезии, родился прокаженный. Ну естественно, ребенок задает вопрос. Мам или папа, а что я? Почему я? Родители должны были правду говорить. Потому что это уроки, на которые это поколение должно было обратить внимание. Потому что при покаянии Бог может дать исцеление и все, что угодно. Мы прочитали, ненавидящих меня. Если эта линия продолжается. И тогда родители должны были сказать этого ребенка, например, внука, я просто придумываю свою версию, вы понимаете это. Я должен был сказать, сынок, твой дедушка неправильно поступил. Он решил посвятить Богу свою жизнь. И там вот с Елисеем он был, но однажды он прельстился, за деньгами прельстился, нашим языком скажем. Это была большая ошибка в его жизни. Если уж отдался Богу, служи Богу. Бедно, бедно, нищий, нищий. Он совершил ошибку. И это наказание, которое мы несем. Сынок, надо смиренно пронести это наказание. Оно будет четыре поколения. А может даже помиловать Бога и раньше, и стрелимся. Но смиренно пронести, не обвиняя Бога. Бог ревнитель, Он это дал пример, чтобы мы избавились от такого мышления, чтобы мы эти ошибки не повторили. Так должны были, я сказал, родители разговаривать. Примерно. Указать на Бога, что Он исправляет, потому что Он ревнитель. Он не хочет, чтобы мы так жили. Ну вот так Писание говорит. Такое наследство в проекте, вот я назвал условно, четырех поколений, Геезия оставил для своего потомства. Есть еще один урок, для меня он очень такой сильно любимый урок. Проект из четырех поколений, это по примеру Ефрема. Когда-то меня эта мысль сильно коснулась. И может быть даже я здесь церковь проповедовал. Но я исследовал всю жизнь Ефрема. Прям все события эти. Сегодня я приведу только два из них. Это удивительный человек. Помните, руки были переложены на него, как на первенство вместо Монасии. Стареньким уже дедушкой назовем так. Который связь с небом имел, знал, что правильно сделал. Но он, Ефрем, он это отвратил от себя. Писание говорит, что венец пьяных ефремлян валяется в грязи, потоптанный. Потому что он отверг это первенство. Он решил жить по-своему. Но вы знаете, вот каким-то образом что-то в его жизни произошло. Что это люди, вот сказали ефремляне. Теперь они вот перед Гедеоном. Гедеон как руководитель. В книге Судей написано. Мы читаем эту историю. И сказали ему, ефремляне, зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с магианитянами. И сильно ссорились с ним. Вот эта деталь меня заинтересовала. Сильно ссорились с ним. Ну все мы ссоримся в жизни, правда? Муж с женой ссорятся. Вот как сегодня брат упоминал. Дети когда-то ссорятся с родителями. Не слушается их. На конфликты идут. Что делает христианский дух? Ой, простите. Я больше не буду. Ну так просто. Поссорились, где-то высказались. Что-то, даже гнев какой-то проявили. И сразу дух Христов, он учит нас. Прости, я больше не буду. Я постараюсь не повторить это. И если что, ничего страшного, укажи мне на мою ошибку. Я буду смиряться. Я не хочу быть человеком. Ссоры. Ну вот ефремляне, они сильно ссорились с Гедеоном. Если историю вы помните, это очень интересная история. Простая. 30 тысяч евреев вышли на войну с магианитянами. И Бог говорит, отпусти тех, кто боязлив, кто неверный. Там 22 тысячи ушли. Осталось еще 10 тысяч. В итоге выходит 32 тысячи было. 22 ушли и 10 осталось. Значит, 10 осталось. А Бог говорит, слушай, это сильно много. Вы сильно возгордитесь, когда таким числом вы победите. И Бог говорит, мне всего 300 человек нужно. Вот пусть они там воду пьют. Вот как, помните, лакают там. Определи их. Мне всего 300 нужно, чтобы победить магианитян. Бог сказал это. Слушай, и Гедеон потом позвал ефремлян уже в конце битвы, помогите там что-то доделать, догоняйте магианитян. А они стали ссориться, что ты нас не позвал. А что он должен был их звать? Ему Бог как сказал, он так и сделал. Вы понимаете или нет? Ты не должен быть, в данном случае, ефрем в центре какого-то события. Мне как Бог сказал, так и я и сделал. Ты не ссорься со мной. Я поставлен здесь Богом, чтобы Божью волю исполнять. Скажи, помочь нужно? Хорошо, я тебя позвал, ты помог. Не ссорься. И казалось, это легко, можно было его сделать. И в данном случае Гедеон был, я называю это, такой миролюбивый, мягкий руководитель. И он как-то сумел их обойти, немножко возвысить. Их, знаете, люди иногда так любят. Ну, это же вашими руками сделано. Ну, вы что, братья? И Писание говорит, тогда их дух успокоился против него, когда он такие слова сказал. То есть он сумел вот их дух, возбужденный, на этот момент усмирить. Не к покаянию они пришли. Это для меня очень интересный момент. Просто на данный момент усмирить. Это значит до определенного следующего случая. Лишь бы случай подвернулся. И он подвернулся следующий случай. Вы знаете, когда вот следующий был руководитель Ефай. Это другого стиля был руководитель. Разные руководители в жизни бывают. И в жизни церкви, и на работе. И это очень интересно вот тоже наблюдать, как жизнь строится. А у них, как я говорю, все растет в жизни. Знаете, семя растет, доброе растет, плохое семя растет. Оно не остается вот одной семечкой. Помните, это же библейский принцип. 30, 60, у кого больше вырастет, у кого меньше. Так вот, теперь они пришли к Ефаю и говорят, для чего ты ходил воевать с аманитянами, а нас не позвал с собой. Принцип тот же самый. Их не выделили. Их не поставили на вид. Мы сожжем дом твой огнем и с тобой вместе. Вот такая претензия, если вы видите там, да. Мы сожжем дом твой. Раньше просто ссорились, а теперь они уже, так сказать, в разнос идут. Мы больше сделаем. Это дух, который лишь бы ссориться. С мягким руководителем ссориться. С жестким руководителем ссориться. Вы знаете, тогда Ефай не потерпел этого. Может быть, он из жизни наблюдал это и сказал, я не буду таким. Гедеон терпел до меня, а я по-другому буду поступать. И он перехватил переправу через Иордан, где они должны были переходить домой. Как я понимаю это. И вот когда они переходили, их спрашивали вот это слово, скажи, шибалет. Они не могли выговорить, шибалет говорили. Это было определение. Они обманывали, что это нет, я не фремлянин, чтобы его не убили и так далее. Мне кажется, у украинцев есть такое слово, какое-то заветное одно. У меня отец украинец, но я не родился на Украине. И меня когда-то украинцы спросили, ну-ка скажи вот это слово. Я сказал, а они говорят, все равно мы знаем, что ты не украинец. Вот какой-то проговор, выговор есть. Если ты там жил, ты этому научился. А у них что-то не получалось в этом смысле. Братья, отцы, 42 тысячи было убито. Вот этих буйных ефремлян. Вот этот Ефай сделал так. Он решил их наказать. И он решил успокоить их дух. Они до времени успокоились. Внутреннего изменения не произошло. Они остались такими лишь, чтобы ссориться. Я вам сказал, если бы сейчас это была тема проповедия, я бы столько примеров привел. Они и с Соломоном ссорились, и всю жизнь ссорились, и ссорились. Внутреннего изменения не произошло. Они эту линию продолжали. Дети росли, так отцы поступают. Значит, это правильно так вот делать, так вот выдавать себя воинственными такими. Мы правы и так далее, и так далее. Вы знаете, это удивительно. Для меня такая вот как бы мысль приходит. Слушай, 42 тысячи нас пало. Как бы оглянуться, сказать, а сколько еще нужно продолжать? Ну хватит таким образом жизни жить. Вы понимаете, да? Ну нас уже пало столько. Да давайте, братья, покаемся. Зачем это нам надо? Такой стиль жизни дальше иметь. Что мы уже падаем мертвыми. Ну вы знаете, их это не остановило. Вот действительно, когда какой-то вот зараженный дух идет такой, назвать его, да? Не останавливаются люди. Когда-то должно прийти просвещение. Ну я показываю, сейчас вот эта линия четырех поколений передается и передается и передается. Вы знаете, для меня очень интересно. Я хочу вот прямо это вот, ну четко что ли, заложить это. Безвыходных ситуаций нет в Библии. Мы не заложники вот этого, чтобы нести какое-то неправильное семя. Потому что я когда смотрю здесь, по примеру, Ефремя, я на одну из деталей обращаюсь, в книге пророка Иеремии записано, что кто-то из ефремлян решил когда-то эту линию остановить. Точнее, мое впечатление, что это будет в будущем. Сознательно остановить. Потому что смотрите, слышу Ефрема плачущего, вот как раз кающегося. Ты наказал меня, я наказан. Он признает, как телец я неукротимый, обрати меня, я обращусь. Вот он, что он говорит. Когда я обращен был, я каялся, я был вразумлен, я бил себя по бедрам, я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности. С юности это вот пришло от первого Ефрема, назовем. И вот эта линия продолжается и продолжается. Все можно прервать. Любая неправильная жизнь, неправильный стиль жизни, греховный какой-то стиль жизни. Мы не заложники, чтобы нести этого. Вот пример этого же Ефрема в линии этого поколения какого-то, которого, наверное, даже сосчитать трудно. Вдруг кто-то встает и говорит, нет, надо покаяться. Так не должно продолжаться, так не может продолжаться. Смысла нет. Мы погибаем, мы наносим урон себе, мы наносим урон другим. Это неправильно. Итак, проект четырех поколений. Вы знаете, это не тема моей сегодня проповеди. И просто я это привожу, вот два примера про Гиезию, про Ефрема. Я хочу это сделать просто как сопоставление, контраст, чтобы увидеть нечто другое. Я вижу бесконечный проект. Продолжая эту мысль, которую Бог сказал, не поклоняемся им, не служи их, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, и творящий милость до тысячи родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои. Чувствуете разницу? Три-четыре поколения или до тысячи родов? И поэтому я назвал вот свою мысль, я хочу на этом сконцентрировать внимание, вдохновить нас, отцов вдохновить, жить правильно перед Богом. Милость до тысячи родов через нас может продолжаться, должна продолжаться, Бог хочет этого, Бог готов благословлять. Почему назвал бесконечным? Ну понятно, до тысячи родов никто никогда посчитать не может. Это условное, скажем так, слово, которое Бог говорит, это до бесконечности. Я бы сказал, до небес, как мы дальше посмотрим. По примеру Авраама, были те примеры, пару из них мы привели, и теперь Бог, когда, Христос когда объясняет воскресение, как жизнь в воскресении, и вдруг Он говорит, я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова. Слушайте, я отец Авраама, я отец Исаака, я отец Якова. Вот она, линия передачи произошла, и Бог говорит, это было посеяно в этом поколении, и я являюсь Богом. В юности я, ну, больше сказать, придирчиво смотрел на недостатки вот этих патриархов. Как-то меня сильно это затрагивало поговорить, попроповедовать об этом. С годами я больше умолкаю. А почему? А там есть отец, который следил за этой линией. И она вырисована, как линия благословенная. Да, Бог разберется за те недостатки, за те слабости. Авраам не безгрешный человек, Исаак не безгрешный, Яков не безгрешный далеко. Они делали неправильные поступки, но линия эта благословенная. Бог, Отец, держал в руках эту линию. Один из примеров, я только приведу. На мой взгляд, влияние передачи, как плохого мы читали, как и у Ефрема, например, так и хорошего. Вот у Авраама, когда спор был между пастухами за скот Авраама, пастухами и Лотова пастухами, Авраам говорит, Лот, да не будет раздора между тобою и мною, и между пастухами моим, между пастухами твоими. Он говорит, вся земля пред тобой, хотя знает, что эту землю Бог отдал ему, Аврааму. Тем не менее, он просто на Бога надеется и говорит, выбор сделаешь ты, но я верю, что этим Бог управляет. Он решил не ссориться. Вы понимаете? Кто-то решил ссориться, я контраст показываю. А кто-то решил не ссориться. А я буду человеком мирным. Реши ты вопрос. Даже вот скажет меньшему, я бы в кавычках сказал бы, несправедливо. Ну как-то, племянник, какие вопросы он может решать? Я решу, сейчас все скажу. Нет, давай даже так. Он не ссорится. Слушайте, Исаак повторяет это в жизни. Приходят в долину Герарскую, колодцы роют. Трудно, в пустыне колодец. И нашли колодец воды живой какой-то, выкопали там. И вдруг эти герарские пастухи спорят. Ну надо доказать. Надо доказать, что это мой. Мы же мозоли показать могу. Мы же это копали, мы же выкопали. И уходит. Уходит. Следующий копает. Опять эти спорят. Опять забирают их. Что-то похожая ситуация. Мы сейчас живем. Где-то кто-то чего-то забирает чужое. Как поступать, не знаем иногда. И Писание говорит, посмотрите, внизу в 22 стихе. И двинулся он отсюда. И выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. Он уходил от споров. Аврам уходил от споров. Его сын Исаак уходил от споров. Наверное, он видел жизнь отца, стиль отца. Сказал, отец мой мирный человек был. И это просто передалось. Он не принимал решение когда-то. Я буду как отец. Вот как сегодня Барат проповедовал. Просто мы видим, мы как стиль улавливаем этот подсознательный. И потом несем его подсознательно. Нет. Не принимал, наверное, Исаак такого. Я, по крайней мере, в Библии не вижу этого. Просто это передалось. Так, отец жил. Конфликтная ситуация. Но автоматически я поступаю, как я видел. Передо мной был пример. Помните, Бог говорит, по какому примеру вы поступаете? По примеру отцов? Есть хороший пример отцов. Продолжая эту мысль, это мне вообще удивительно, что Новый Завет апостол Павел в послании к римлянам объясняет позицию Авраама. И так, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. У нас сегодня на утреннем собрании была молитва двух мужчин, и они благодарили Бога за то, что Бог стал им отцом, потому что они в неверующих семьях выросли, у них не было отцов совершенно. Вот, с детства их произошло просто рождение, они не знали отцов, они их не жили с ними, не воспитывали, и они благодарили, Господи, когда Ты нас нашел, Ты нам стал отцом. А я подумал, подождите, а еще есть отец всем нам? Авраам, отец нам? Если мы хотим научиться, отцовство – это такой собирательный образ. Если мы хотим научиться, мы можем пойти к Аврааму, Авраам, а как Ты поступал? Библия говорит, что Ты же отец нас, повлияй на нас. Вы понимаете, интересно, вот как Библия может влиять, как отцовство. Есть добрый отец, который может повлиять на нашу жизнь, по-доброму поступать, по-правильному поступать. И прямо Писание говорит, я поставил Тебя отцом многих народов перед Богом. Бог поставил его, чтобы учиться у него, чтобы правильному учиться, чтобы правильное отношение с Богом строить. Авраама поставил отцом. Вот этот случай, когда Бог говорит, за что он благословлял его? Благословляя, благословлю Тебя. Помните, до тысячи родов благословляет. И умножая, умножу семя Твое, и звезды, как звезды небесные, и как песок на берегу моря. И благословятся в семени Твоем все народы земли. Я решил, говорит Бог, просто так, одному дать одно, а другому другое. Нет, так не в тексте, а в тексте. За то, что Ты послушался. Глаза моего. Вы знаете, это удивительно. Насколько я больше изучаю Библию, насколько я больше старею, я понимаю высшей ценности в глазах Бога, чем послушание. Вот действительно красной нитью через всю Библию проходит. Есть послушание, есть благословение. Выходишь из позиции послушания перед Богом и перед всем, что Он поставил, ты теряешь благословение. За то, что Ты послушался голоса моего, и прямо история выше перед Вами описана, не пожалел сына Твоего. Страшно тяжелая история, очень тяжелая. Когда мы читаем, вот я просто два примера привожу из жизни Авраама, таких ярких, их больше, конечно, есть. Веруй, Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел не зная куда. Вот один из примеров. Послушание, иди, вставай, иди. Бог не сказал, куда. Ну, значит, иди хоть куда. Бог направит. Вот оно доверие. Вы понимаете, это очень интересно. Если Бог сказал, выйди, выходи, а дальше не в Твоей власти. Я найду возможность, вот суть послушания в доверии в этом, в вере Авраама. Я найду возможность тебя направить, куда мне надо направить. Я скажу тебе об этом. Сейчас слушайся меня. Не сиди, вставай, выходи из дома Отца Твоего. И вот второй момент. Веру Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака. Ну, представляете же, идет Исаак и, конечно, задают эти вопросы. А у него ответ один, если вы знаете, если вы помните. А как это будет, Отец? Ты же рассказывал, что ты 90-100 лет, скажем, ждал меня, обетование через меня у тебя. Сынок говорит, не знаю. Бог усмотрит. Папа, как так? Сынок, Бог усмотрит. Не знаю. Я верю в Бога, который все может делать, воскрешать может. Но не знаю, сынок. Бог мне не открыл дальше. Он мне сказал вот это сделать. Вот я на этой стадии сейчас нахожусь. Послушание Богу. Вы представляете, у сына что рождается? Это удивительно. Дети, повинуйтесь своим родителям Господи. Мы сегодня слышали. Представьте, я верю, что этот стих Писания родитель как минимум один раз в жизни для ребенка использовал. И это правильно, Библию учить, наставлять, передавать вот это желание, получить благословение. Это с обетованием, заповедь. Я думаю, каждый ребенок может сказать, когда-то отец, мать садили и говорили, сынок, ну ты решил меня не слушаться, ну ты по Библии живи. Бог говорит, что тебе будет благословение. Вот Он сказал, я тебе читаю это из Библии. Тебе будет хорошо, если ты решишь поступать почтенно к твоему отцу и матери. Это Бог сказал это делать. Может быть, ты считаешь нас неправыми, устаревшими, какими угодно, называй словами. Но если ты так поступишь, ты увидишь благословение. Ты не все будешь понимать, но увидишь благословение. Потерпи чуть-чуть, как вот в данном случае Авраам. Вы знаете, я следующий текст в Писании привожу, а это к нам, отцам. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Послушание всегда трудно. Бог всегда трудно, трудные задания дает. Послушание это очень трудно. Наша плотская натура бунтует против этого. Она и до старости, наверное, будет бунтовать против послушания. Но представьте себе, я как пример говорю, это потому что к церкви написано, когда отец воспитывает сына, он может сказать, сынок, а ты знаешь, я тоже искушаю, чтобы не слушаться. А я принял решение слушаться, потому что Бог сказал. Поэтому ты слушайся, и я тебе даю пример, что я буду слушаться. Вы понимаете, это очень интересно как? По примеру. Бог говорит, по примеру поступает. Мне кажется, это ужасно. На мое впечатление разрушает всякую веру, лицемерную веру насаждая в детях. Если отец будет или мать требовать с ребенка, ты слушайся, вот нас, потому что Бог тебе требует. Но в жизни церкви, я говорю как маленький пример, в жизни церкви, например, церковь какие-то свои имеет правила, инструкции, назовем так, правила поведения. И вдруг ребенок увидит, что да, объявляют, да, говорят, пасторы учат этому. Ну, мой папа и мама, они живут, как они решили жить. У него конфиз в голове. Но он с ним легко справляется, ребенок. Он никогда в глаза не скажет, что же вы так поступаете. Он просто приспособится и скажет, ага, значит, можно слушать, где удобно применять Библию для меня, а вообще, где удобно жить, как я хочу. Вы представляете, какая вера может вырасти у детей? Лицемерная вера, эта Библия говорит об этом. Просто ты пользуешься ей, где удобно. А Библия не учит, где удобно. Библия учит слушаться Бога, когда неудобно, когда очень неудобно. Когда все кричит тебе, а как дальше? Не знаю, как дальше. Господи, ты знаешь, как дальше. Я просто решил, принял решение поступать по Писанию. Как бы мне это трудно не было, может быть, я не все до конца понимаю. Мне нравится Санников в своей книге. Он пишет особая роль наставника. Вот здесь упоминается, о чем мы читали, в роли общины. Они возвестили верующим Евангелие. И их примеру стоит подражать, потому что они сохранили верность своему исповеданию. И дальше идет утверждение интересное вот там. И он ссылается на это утверждение. Утверждение о том, что Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки связывает общину с вчерашними лидерами. И помогает перенести нынешние и будущие испытания. Мне очень понравилась эта такая вот фраза здесь глубокая. Когда я принимаю решение слушаться Господа, как отец в жизни вот церкви. Я беру конкретно один пример. То я принимаю решение сослаться на Иисуса Христа, который вчера был. Вчера были Авраамы. Они повиновались Господу. И это было благословением. И я решаю эту линию, потому что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот этому же Богу повиноваться. Вы понимаете, удивительно какая связь прослеживается в этом. Поэтому это действительно для нас огромное благословение. Принять правильные решения, чтобы давать пример детям нашим, отцы. Мне очень нравится в этом бесконечном проекте. Говорю же вам, что многие придут с Востока и Запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном. Чудесное потомство, оно уже в Царстве Небесном. Я на пути, вы на пути, наши дети на пути. Дай бы Бог каждому из нас присоединиться когда-то к этому чудесному окружению, семейству назовем так, от которого мы черпаем эти уроки, духовные уроки. Духовное отцовство берем для себя и от Авраама, и от Исаака, и от Якова. Потому что прям Христос говорит, они уже там. Они свой путь совершили правильно, что они достигли цели. А я на пути. Кого мы изберем для подражания? Это наше решение. Есть песня такая вот о отцовстве, влиянии отцовства. Дети наши наследники и пример с нас берут. Что в их душах останется, когда в путь свой пойдут? Что возьмут как сокровище, как из наследия отца? Что в сердцах их останется на всю жизнь, до конца? Все, что было посеяно, в их характер войдет. В жизни личной проявится и свой плод принесет. Итак, мы участники построения будущего. Может кто-то принял решение жить в проекте четырех поколений, жить неправильно пред Богом, понимая, что Библия открывает, что последствия будут на детях, на внуках и на правнуках. И ревнитель Бог это сделает, чтобы исцелять. Зачем? Правильно принять решение жить в бесконечном проекте до Царства Небесного, подобно Аврааму, Исааку, Иакову. Итак, перед нами сегодня образы, библейские образы. И я хотел призвать вас к этому вдохновению, братья и сестры, к этому ободрению. Мы живем в трудное время, нелегкое время. Трудные задачи отцы перед нами стоят. Выборы нелегко сделать. И все-таки пусть нашим отцом в этом смысле будет Авраам. Тот, который решил слушаться Бога. Нелицемерно слушаться Бога. Слушаться, когда очень трудно и много чего непонятного. Он решил поступать по слову Бога. Я побуждаю к этому. Это благословенно, и это приведет вечность нас и наших детей. Добрый пример. Пусть Господь благословит и ободрит нас в этом. Если, конечно, кто-то из нас живет в неправильном каком-то поведении пред Богом. Так скажем, слушайте, как Ефрем. Мне так нравится. Это просто. Встал и говорит, Господи, я не смиренный, я не сокрушенный. Смири меня, сокруши меня, исправь меня. Я не хочу так дальше жить. Выбор за нами. Мы встречаемся с Библией, с этими уроками чудесными, которые помогают нам правильно строить нашу жизнь, прямо идя в вечность. Аминь.